Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать сегодня на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. С вами Виктория. И сегодня я решила сделать такой небольшой видеовлог, посвященный тому, как можно сэкономить на транспорте в Париже. Если вы собираетесь первый раз приехать в Париж, наверное, будет вам полезно узнать некоторые тонкости и хитрости того, как можно перемещаться либо на общественном транспорте, или как можно парковать автомобиль. Давайте я начну с метро. Сейчас перейдем на другую сторону. Я вам наглядно хочу показать прямо на станции метро, что можно сделать, как можно покупать, какие билеты и так далее. Но несколько слов сразу скажу. Если вы планируете ехать из аэропорта на такси, то это будет, конечно же, одна сумма. И наверняка, если вы планируете свою поездку на такси, вы уже заранее знаете, как вызывать такси, какими службами пользоваться. Но будьте осторожны, пожалуйста, так как в аэропорту иногда встречаются жулики, которые подъезжают к официальным парковкам, где разрешено парковаться только такси. Это машины, которые имеют приличный вид, даже могут быть с шашечками. Но зачастую можно попасться на аферистов. И они с вас могут затребовать сумму в полтора-два раза выше, чем будет реальная стоимость вашего проезда. Стоимость проезда, скажем, из аэропорта Шарль-де-Голь до центра Парижа в среднем 60-80, ну, наверное, потолок 100 евро. Если, конечно, нет больших пробок. Если вы попадаете в пробку, то это будет другая цена немножко. Если вы пользуетесь Uber, то это должно быть дешевле. Я обычно, если мне необходимо вызвать такси, вызываю заранее. И доехать с одного конца Парижа, грубо сказать, с аэропорта с северо-запада Парижа на юго-восток. Ой, прошу прощения. С северо-востока Парижа, где находится аэропорт, блондинка. С северо-востока Парижа, где находится аэропорт до юго-запада, где я живу. Это диаметральная противоположная точка. Вот так постоянный клиент, то такой проезд стоит порядка 60 евро. Если обычное такси заказывать, то будет чуть-чуть дороже. То есть я не очень хорошо ориентируюсь в ценах, потому что часто либо меня подвозят в аэропорт, либо же я использую общественный транспорт. Если у меня небольшая, не тяжелая сумка, небольшой, не тяжелый чемодан, я сажусь на поезд ЭРОР и прекрасно за полтора часа я добираюсь до аэропорта с комфортом. И это все стоит 10 евро, по-моему. Раньше стоило 10 евро полгода назад, когда я последний раз ездила на ЭРОР. Сейчас, возможно, цены поменялись. Я под этим видео обязательно оставлю все ссылки на все сайты. Кроме ЭРОР из аэропорта можно добраться, из аэропорта Шарль-де-Голь или Орли можно добраться. Также еще автобусами, которые курсируют, соединяют эти аэропорты с Парижем. Цена приблизительно будет такая же. Почему я вам рассказываю именно так долго обо всем этом? Потому что можно сэкономить, если у вас небольшой багаж, если вам комфортно передвигаться, перемещаться, приехать из аэропорта в Париж на общественном транспорте. То есть смысл купить проездной на неделю, который вам обойдется в 27-28 евро, включая пластиковую карту. Сейчас я вам ее покажу, как она выглядит. Нужно бы сначала купить вот такую пластиковую карту. И это называется на Вегапасс. Эта сама карта стоит 5 евро. И потом нужно будет пополнить эту карту на неделю. Пополнение на неделю стоит 25 евро, по-моему, 23 евро. Но в общем цены плюс-минус 28-30 евро на неделю. И если вы включите сюда просто проезд из Парижа в аэропорт, и из аэропорта в Париж, это уже 20 евро. И плюс всю неделю вы можете пользоваться этим проездным по всем 5 зонам, включая пригороды Парижа, такие, где находится Диснейленд, где находится аэропорт, где находится Версаль, то в принципе это очень выгодно и на это можно сэкономить. Под видео я выложу тоже ссылку, где можно купить эти проездные, потому что не на всех станциях метро эти проездные продаются, но на определенных станциях метро есть точки продаж. Внизу под видео смотрите, ссылка тоже будет. И сейчас давайте непосредственно спустимся в метро. Я еще раз коснусь того, какие есть льготы для каких типов пассажиров метро и как можно сэкономить на общественном транспорте в метро. Сейчас сразу хочу показать карту метро. И на карте метро, начиная от центра, вы можете увидеть, эта градация показывает 5 зон. центр Парижа, это первая зона, вторая зона, третья зона, четвертая зона и пятая зона. Это то, что нужно знать, когда вы покупаете билеты в метро. Если вы не планируете, повторюсь, посещать Таль, Диснейленд, что-то, что находится за пределами Парижа, возможно, вам и не стоит покупать проездной по пяти зонам, а просто, возможно, нужно будет купить десяток билетов для проезда в метро. Мне сейчас нужно пройти по перрону станции метро, выйти на другую сторону, чтобы приблизиться к автоматам. На станциях метро обычно вы можете увидеть вверху обозначен словом САХТИ указатель, куда идет выход. И также наверху видно, что указатель Т, видите, Т2, это указатель, что вы можете выйти к линии трамвая номер 2 и автобусная станция. Если вы покупаете проездной, еще раз вот его покажу, проездной Navigapass с фотографией, то вот такие проездные можно пополнить вот в этом автомате. Видите, он такой сиреневый, решажемо, Navigo на нем написано. И только с помощью банковских карт. Видите, можете выбрать английский язык, русского, к сожалению, украинского не найдете, английский можно выбрать. Видите, как это работает? Вы кладете свой Navigapass на вот эту платформу. Я выбираю первое на французском покупка. И смотрим, что он нам предлагает. Вот он нам предлагает месяц пополнить на месяц, пополнить на неделю, пополнить на один день. Вот мы выбрали с первой по пятой зону. И вот цена. Вы видите, проездной с первой по пятой зону. 22,80. Почему не видно? Странно, не хочет показывать. Ну ладно, 22,80. Хорошо. Смотрим на один день. Вот видите, если мы выбираем на один день оплату, можно выбрать даже дату, на какой день выбираем. Например, на завтра давайте выберем. На завтра, опять же, просят выбрать, какой по какой зону. Выбираем все зоны. На один день стоит это 17,80. Это не очень выгодно. Вот так выглядят аппараты, на которых можно купить либо билеты на метро. Вот, кстати, просто касса, где вы можете подойти в кассе, купить тоже билеты на метро. Либо можно купить в таком автомате. Пока я жду, чтобы освободился автомат, я вам покажу. Вот смотрите. Вот так выглядит билет. Билет, где указано трамвай плюс автобус, метро, ROR. В Париже написано ROR. И дальше еще RATP и SNCF. SNCF это тоже название поездов. На все эти виды транспорта подходит этот билет. И вы видите, на билете у меня цена указана евро 49. Потому что я покупаю билеты по 10 штук. А когда вы покупаете билеты по 10 штук, то у него получается вот такая цена евро 49. Если покупать билеты по одному, то цена одного проезда в метро будет стоить евро 90. Билеты выгоднее покупать по 10 штук. В этом автомате, вы видите, здесь можно тоже пополнять на вегу. Здесь принимаются монеты. Все. И карты. Здесь нет возможности заплатить бумажными купюрами. То есть, если вы будете покупать наличными, то обязательно либо железные монеты евро, либо карта. И дальше вот в таком автомате можно легко выбрать с помощью такой интересной. Видите, крутилки. Можно выбрать язык. Я выбираю французский. Мне он привычнее. Вы сможете выбрать английский, если вам нужно. Выбрали язык. Дальше купить билеты. Я кручу вниз. Синяя стыка. Купить билеты. И дальше вот выбор билета метро, трамвай, автобус и так далее. Они нам подходят. Нажимаем ОК. И смотрите. Полный тариф. Либо есть уменьшенный тариф. Уменьшенный тариф подходит для детей меньше 10 лет, для молодежи до 25 лет и для пенсионеров. Для остальных полный тариф. Если мы выбираем полный тариф, билет стоит 1 евро 90. Если вы покупаете один билет. И если вы покупаете 10 билетов, то вы видите, цена меняется. Лучше покупать сразу по 10 билетов. Давайте посмотрим, сколько стоят тарифы сокращенные. 7,45. 7,45 это тариф для детей. Ну и вот я еще такого не видела. Интерактивные карты поставили, которые здесь у нас. Очень удобно, потому что показано, где вы находитесь. И вы, например, хотите, не знаю, попасть в какую-то там часть Парижа. Ну давайте выберем, в какую, не знаю, в какую. Вот давайте выберем, хочу, вот, аэропорт Шарль-де-Голь, например, да? Аэропорт Шарль-де-Голь, терминал ОЛД. Вот. Мы выбираем. И что, он нам не показывает, как? Вот. Нажимаем кнопку туда поехать. И прекрасно. Он говорит, что сейчас, пока нам это недоступно, этот поиск недоступен. Хорошо. Давайте посмотрим другой поиск. Например, мы хотим поехать в музей Арсии. И с той точки, в которой вы находитесь, уже эта интерактивная карта знает, где вы находитесь. И вот она прокладывает маршрут. И слева на табло показано, как туда можно доехать. Итак, друзья, резюмирую, что я еще успела сказать и не успела сказать по поводу билетов. Если вы не пользуетесь, все-таки решили остановиться на билетах и покупаете билеты для проезда в метро, то помните, что один билет, он действительно в течение двух часов на Любови транспорта. И если вы пользуетесь метро, то в течение двух часов вы можете пересесть еще с помощью этого билета на поезд РОР. Он будет действителен. Или на поезд СНСФ. Поэтому не выбрасывайте билеты по этой причине. Не выбрасывайте билеты, когда вы садитесь в метро еще по второй причине. Потому что на многих станциях могут попросить, вернее, не могут попросить, на многих станциях, чтобы выйти со станции, нужно тоже в автомат пропустить билет. Тогда вы только сможете выйти со станции. Но это не везде, это половина станции так оборудована. И очень часто в парижском метро вы можете встретить контролеров. Поэтому храните ваши билеты, не выбрасывайте. Если вы покупаете отдельный билет на поезд РОР, чтобы ехать из аэропорта в Париж или наоборот, то покупайте сразу этот билет. Но помните, что если вы едете из Парижа и вам до РОР нужно, допустим, сначала сесть на метро, доехать на метро, то вы можете с этим же билетом сесть сначала в метро, а потом пересесть на поезд РОР. Если вы садитесь в автобус, то этот билет действителен 2 часа. В автобусе вы можете поменять автобус. Например, с одного номера автобуса вам нужно пересесть на другой. Вы используете тот же самый билет. Если вы просто вышли с автобуса на какой-то автобусной остановке прогуляться, и потом в течение 2 часов вы хотите сесть в этот же автобус, то тогда уже этот билет не сработает. Ну вот видите, очень-очень много нюансов, поэтому я сколько живу до сих пор еще, учусь тоже, потому что очень много тонкостей, очень много моментов. Французы это любят, усложняют себе жизнь во всем, но где-то может быть это и правильно. Друзья, я надеюсь, что это видео вам оказалось полезным. Прошу прощения, может оно было немножко сумбурным. Я еще раз структурирую всю информацию, которую я вам хотела рассказать под видео в ссылках и в описании. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите мне, обязательно на них отвечу. И также напишите мне, понравился ли вам такой формат видео, продолжать ли мне такие видео и полезные ли они вам. Я вам желаю приятного путешествия, приятно провести лето. И всех обнимаю и целую. Всем безу, как говорят французы. Пока!